Вы нарушаете секретарьный закон. Разойдите, пожалуйста, граждане. А куда вы наоборот делаете? Давайте отойдём. Во вторник в полдень в Самаре на пересечении улиц Аэродромной и Авроры торговцы с расположенной рядом ярмарки перекрыли движение в обе стороны. Идём сюда все, а идём! И чё ж нам встали? На выезде из города по улице Аврора образовалась автомобильная пробка. Всего в акции принимало участие примерно 50 человек. Через 10 минут, побросав плакаты, предприниматели разошлись. Недовольство предпринимателей вызвано тем, что в Самаре продолжается борьба с незаконными киосками, в рамках которой планируется ликвидировать и ярмарку на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Этот перекрёсток давно известен бойкой торговлей. С 90-х годов здесь располагается рынок «Лотос». В настоящее время он имеет всю необходимую документацию, включает 53 павильона и занимает 1363 квадратных метра. Три года назад «Лотос» стал обрастать ярмаркой, выходящей за его границу. Её площадь уже превысила размеры рынка в 8 раз. 190 киосков работали на основании разрешения под организацию ярмарочной торговли. Но в 2012 году срок действия разрешения истёк. Тогда же был изменён и 271-й федеральный закон о розничных рынках. И ярмарка утратила легальный статус. Специалисты городской администрации говорят, что давно предупреждали предпринимателей о сносе торговых рядов. Мероприятия по уведомлению непосредственно администрации, которая ходит, собирает деньги с предпринимателей незаконно, с ними уведомление было ещё в 2012 году. Потому что закончились договорные отношения на ярмарку и продление с ними, вернее, по окончанию срока действия договора, им было уведомлено, чтобы они освободили эту территорию. Мероприятия по уведомлению были продолжены в 2013 году, то есть начиная с марта месяца. А 9-го числа уже, обращая внимание, что администрация ярмарки, которая не выходит на контакт, не реагирует, были проведены мероприятия по уведомлению непосредственно уже каждого объекта путём вручения уведомления. Предприниматели сворачивать торговлю не торопились, хотя в администрацию города поступали жалобы от жителей окрестных домов на антисанитарное состояние территории и невозможность прохода по тротуару. Да, мы за то, чтобы убрали. Я рядом живу. Знаете, что там творится? Сказать даже ужасно. Давно пора. На самом деле. Просто не то, что как бы... И вот антисанитария, на самом деле, да. И пробки вот эти, и парковка, пешеходные переходы перекрывают машинами. Я за. Замечательно. Давно пора. Как заявили телерадиокомпании «Терра» в городской администрации, вывоз объектов начался в июле. Власти учли просьбы предпринимателей и дали им двухнедельную отсрочку на реализацию товара. Однако организаторы незаконной ярмарки отстаивают свои финансовые интересы и всячески стараются продлить ее работу. Тем не менее, незаконные киоски будут ликвидированы, а окрестные жители смогут пользоваться услугами рынка «Лотос», который работает совершенно законно.